Участниками форума стали 230 молодых рабочих из 26 регионов России. На церемонии открытия их приветствовал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Халманских, губернатор Курганской области Алексей Кокорин и временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства по делам молодежи, Росмолодежь, Алексей Паломарчук. Палпред передал участникам форума приветственные слова президента, который на днях с рабочим визитом посетил Урфон. Владимир Путин просил передать, что они сделали правильный выбор. Президент еще раз подтвердил, что на сегодняшний день человек труда это тот человек, который создает богатство нашей страны в различных отраслях, в сельском хозяйстве, либо укрепляет обороноспособность нашей страны, или это нефтегазовый сектор. Но это те люди, на ком держится наша страна. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин приветствовал участника форума на гостеприимной зауральской земле. Глава региона обещал им насыщенную программу. Вам удастся посетить практически большую часть наших ведущих промышленных предприятий. Одним из них стал Курган Стальмост. Завод динамично развивается. В свои ряды активно привлекают молодежь. У нас очень развит, особенно в последнее время, институт наставничества. Это, на мой взгляд, очень важно. В Курганской области по инициативе полпредства ежегодно проводятся конкурсы профмастерства «Славим человека труда». Количество участников и номинаций постоянно растет. Тем самым есть возможность популяризировать рабочие профессии и закреплять их на наших ведущих промышленных предприятиях. Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Алексей Паламарчук указал, что государство уделяет большое внимание подготовке рабочих кадров. В целом государство на сегодняшний день уделяет пристальное внимание именно подготовке профессиональных кадров, внедрению передовых образовательных стандартов в учебные процессы и, безусловно, особое внимание уделяет формированию профессиональных молодых сообществ. Участники форума ждут от мероприятия практической пользы. Я хотел бы услышать и понять, что нас ждет в первую очередь в будущем, как мы будем работать, как мы будем жить и как правительство будет относиться к молодежи, какая у нее будет молодежная политика. Выяснить это предстоит в ходе многочисленных круглых столов. Мероприятие продлится до 9 декабря. Андрей Бахарев, Николай Волков, Александр Киселев, Кирилл Филимонов. Информационное агентство Круганру.